Эта спортивная площадка возле 13-го дома на улице Маршала Василевского – одна из первых в городе. Она была построена в 2005 году. За 10 лет спортивные снаряды и оборудование заметно поистрепались. Поэтому в 2015-м в спортгородке провели реконструкцию. И теперь местные мальчишки вновь с удовольствием проводят здесь время. Ну, играем почти каждый день, в футбол играем. Ну, так, по воротам попинаем просто. Ворота вот хорошие, большие. Сейчас песка сделали побольше, поудобнее было. Ограждение получше стало. До посещения спортплощадки Александр Кузьмичев и Игорь Шибков совершили прогулку по внутриквартальным пешеходным дорожкам. Во втором избирательном участке их сделано четыре. Это тоже стало частью инспекционного рейда. Еще совсем недавно это были просто натоптанные тропинки – кратчайший путь к детскому садику и двум школам. В период распутицы он заплывал грязью. В этом году было принято решение эти дорожки заасфальтировать для удобства передвижения. Заодно решили и довольно давнюю проблему, существовавшую около дома 30Б, что на проспекте строителей. Там была довольно застарелая проблема. Там существует колодец ливнеприемника, но он не работал из-за того, что сам ливневый коллектор был на достаточной степени забит. И в этом году были выделены средства, и данный коллектор был промыт. К сожалению, пока не до конца. Но, тем не менее, уже то, что сделано, позволило начать работать этому ливнеприемнику, и лужа уже не стоит. Тем не менее, в ходе рейда депутаты сделали подрядчику ряд замечаний. Например, на пешеходных дорожках отсутствуют ограничители для движения машин, а также незалитые отверстия, оставшиеся после технологических замеров асфальта. Деньги за эти работы не оплачены, и не будут оплачены до тех пор, пока не будет выполнена работа в соответствии с требованиями стандартов, нормы, и, значит, чтобы не было каких-либо отклонений от тех заданий, которые имеются. Понятно, что люди тоже делали эту работу, видимо, где-то спустя рукава, исправят. Мы сюда еще раз вернемся, и уже будет приведено все в нормальное состояние. Работа по асфальтированию дорожек продолжится в следующем году. А в этом подобные инспекционные рейды Александр Кузьмичев обещал провести во всех избирательных округах. Сергей Веселов, Владимир Хмелев, программа «Губерния».